Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. И настроение просто прекраснейшее! Вы посмотрите, что творится за окном. Какой солнечный, прекрасный денёк! Ну, а я сегодня решила, как и обещала, показать вам. Ну, во-первых, продвижение проекта. Так, наверное, надо будет ещё вторую половину окна закрыть, потому что непонятно, там то солнце, то тень, чтобы было более понятно. Итак, немножко напомню, из какой пряжи я вяжу, и расскажу о своих впечатлениях от этой пряжи. Это пряжа Милана от Yarn Art. И спонсором этой пряжи был замечательный магазин Yarn 21. Вот такой состав. 8 альпака, 20 шерсть, 8 вискозы, 64% акрил. Но акрил здесь вообще не чувствуется. Я от всей души рекомендую вам эту пряжу полотно. Ну, оно просто шикарное. Это мягкость, нежность, тепло, и вязать из этой пряжи одно удовольствие. Итак, у меня три оттенка вот такой пряжи, но они не в равных количествах. Допустим, вот этот болотный цвет всего 200 грамм, то есть 4 моточка у меня было. Вот этот бежевый песочный цвет, 854, этих 6 моточков, то есть 300 грамм. И вот этот розовый тоже что-то около 300 грамм, по-моему. 300-350 грамм. Я вот хотела именно, ну, как бы комбинировать из этой пряжи. Но, скорее всего, розовый оттенок отсюда выпадет. Как-то все больше мне хочется, вот, чтобы это было в одном тоне. То есть темный вот этот болотный и переходит вот в такой бежевый. Но в таком соотношении мне не хватает пряжи. Что я буду делать? И вот опять же, прошу совет у вас. Значит, смотрите, у меня есть 100 грамм пряжи опал, которая вот по оттенку сюда очень хорошо подходит. Но, естественно, это совершенно другая пряжа. И здесь другой метраж. Вязать в две ниточки эту пряжу. Но я попробую, конечно, может быть, я попаду в плотность. Здесь метраж 425 метров в 100 граммах. А здесь метраж 130 метров в 50 граммах. То есть получается 260 на 100 против 425 на 100. То есть если мы в два сложения 425, то это будет 200 с лишним, там, ну, толще получится плотность, получится толще пряжи, чем вот это в одну ниточку. Вот я стою на распутье. У меня больше подмотать в эту ниточку, ну, если только бежевый махер у меня есть. Вот мысли вслух, очень надеюсь на вашу подсказку. Может быть, вы мне чего-нибудь посоветуете. Или все-таки идти, ну, в одной пряже, но в других цветовых оттенках, вот в этом нежно-розовом. Тогда, конечно, все получится. Но будет вот такое соотношение цвета. Розовый, песочный и вот темно-бежевый или болотный. Вяжу я вот эту, вот это пончо. Ссылку я опять оставлю. Видите, как из такого пончо для пышных дам, во что превращается мой проект. В общем, это будет совершенно другая модель, похожая на эту по своей структуре. Я имею в виду по форме. Но и с моими элементами. Как вы видите, здесь у меня присутствует оранга по центру. И присутствуют вот эти жгуты, которые я развела вот на край изделия. И вяжу я это пончо тоже не прямым полотном, а с расширением, то есть трапециевидно. У меня было 125 петель изначально. И мой размер 50-52. Спицы здесь четверочка. И вот каждый жгутик, вот если почти, не каждый жгутик, каждый четвертый жгутик, ориентирую меня по жгутам. То есть раз, два, три, в четвертом я добавляла петельку с одной и с другой стороны. Раз, два, три, в четвертом добавляю петлю. Это вот не видно по полотну, но не так слишком заметно. Вот я сейчас отойду в сторону. Вот вы видите. Но здесь все-таки идет трапеция. И я уже так хочу вам сказать, уже много петель у меня вот так вот каждые четыре жгута набралось. Короче, вот фишка в этом состоит. Что теперь делать дальше? И с какой пряжи вязать? Значит, я извязала вот этот болотный цвет. Здесь у меня два моточка. Естественно, два моточка я оставила на спину. Вот этот бежевый цвет, вот у меня здесь тоже получается 100 грамм извязано, но у меня этой пряжи на два моточка больше. То есть я могу еще позволить себе продвинуться вот этим бежевым цветом. Вот. Но не знаю, хватит мне этого мотка или нет. Если хватает, то вообще тогда никакая мне смесовка больше не нужна. У меня еще есть хлопковая пряжа, полухлопок от Yarn Art Jeans, которая здесь метраж 160 метров. Она немножко тоньше получается, чем вот эта Милана на 30 метров. В принципе, может быть, даже и подойдет. Если немножко добрать где-то петель и поменять спицы, может быть, она и пойдет. Но это опять же полухлопок. Это не... Здесь шерсти вообще нет. Хотя по оттенку очень хорошо вписывается. Так, что-то я много вам рассказала, но вот такие мысли вслух, не понимаю, как мне дальше двигаться. Вчера во влоговом видео я сказала вам, что я буду вязать эту модель с капюшоном. Сегодня я покажу, как я двигаюсь, вот чтобы вывязать вот эту V-образную горловину. Это я вам покажу. И сейчас передо мной стоит вопрос, вязать ли так, вот как в источнике, единым полотном, то есть снизу вверх, вот я сейчас вяжу перед, потом перехожу на спинку, здесь вот добираю петли со своими изменениями, поскольку у меня V-образная горловина. Здесь вот тоже V-образная горловина, но там вяжется без скоса, там просто щель. Мне не хочется вязать просто щель, потому что я знаю, что это будет некрасиво лежать по фигуре. Вот здесь вот все будет топорщиться. Я не знаю, может быть, это обман, может быть, здесь тоже все-таки идет, ну, как бы, скос горловины. Не знаю, потому что я пузыря вот этого при такой щелевой горловине я не вижу на модели. Вот. Поэтому я решила не рисковать. Здесь просто обычное полотно с щелью, безо всяких скосов. Хотя на фото мы это не видим, повторюсь. Я же делаю все-таки вот эту V-образную горловину и пока не решила, буду ли я вязать это прямым полотном, либо я все-таки свяжу отдельно спинку снизу второй деталью и соединю потом, даже сделаю скосы плеча и соединю потом вот здесь вот методом трех спиц. Но вот этот элемент, который здесь очень хорошо вписался, я провяжу его, сейчас нарисую, как это будет выглядеть, а потом подошью просто по спине. Итак, нарисую все-таки, как это буду делать я. Вот так вот у меня вяжется эта модель, здесь вот эта резиночка интересная с вытянутой петлей и здесь у меня было сто двадцать пять петель. В каждом, вот здесь у меня идет жгутик, давайте я вам пока то, что я отвязала, расскажу, как я это делала. В каждом четвертом жгуте, в каждом четвертом, плюс одна петля. В каждой четвертой жгут плюс одна петля. Итак, я буду идти, ну, думаю, что практически до скоса плеча. То есть, всегда прибавляю вот эту одну петлю. Здесь у меня шел вот этот центральный оран. Давайте его вот так вот обозначим, что это оран. Вот дойдя, вот здесь вот у меня шестьдесят сантиметров, если это померить по сантиметрам, шестьдесят сантиметров, вот это вот расстояние, я стала делать вот этот скос горловины. Как я его делаю, я вам сейчас покажу. Скос горловины я делаю, но петли я все равно вот здесь вот по краю прибавляю. То есть, как шло у меня в каждом четвертом, через каждый четвертый жгут, так и прибавляю одну петлю. Повторюсь, это же все мое, как бы это, моя выдумка. Рассказываю, как делала, делаю я. Теперь, вот теперь пришел момент, что мне все-таки хочется связать скос плеча и вывязать спинку отдельно, не так, как в источнике. В источнике, там, девочки, там вообще, если вы помните, там вот такое полотно, вот здесь вот, со щелью для выреза головы, да, просто щель, никаких скосов плеча здесь нет. Хотя, при такой выкройке, я думаю, что вот это изделие все-таки не может вот так красиво сидеть. Ну, согласитесь, при такой щелевидной выкройке, вот здесь вот должен, ну, валан такой быть, фалт, я бы так назвала. Вот сейчас я все-таки решусь, наверное, на то, чтобы связать все отдельно, поскольку я уже настолько все изменила, что от этой идеи просто осталась одна форма этого жилета, да и то я ее изменила. Так вот, вот эту вот косичку, которая идет у меня по скосу горловины, естественно, я это все отдельно вывязываю, сначала, допустим, одну часть, потом другую часть, я ее не буду вот здесь закрывать. То есть, скос плеча я сделаю, а косичку я продолжу вот так вот вывязывать до центральной оси, так скажем, если это изделие поделить пополам, то вот до центра, там, где наш седьмой шейный позвонок. То же самое я сделаю и с этой стороной, естественно, тут тоже будет скос плеча, и так же будет после скоса плеча вывязываться вот эта косичка, там, по-моему, 14 петель. Потом, вот здесь вот я по этой оси я соединю методом трех спиц, и вот эту вот часть я просто пришью к спинке. А вот такая моя задумка. Я думаю, что вот в таком раскладе, в таком раскладе будет посадка гораздо, гораздо красивее. Здесь тоже будет идти вот эта вот косичка до конца, да. единственное, что, в чем минус такого вязания, что здесь будет шов. Вот здесь будет шов, и, конечно же, если вязать вниз спину, то здесь, естественно, шва этого не будет. У меня уже мысли, а может быть, все-таки сделать скос плеча, добрать вот здесь петли и пойти вязать вниз, чтобы вот здесь не было шва. Не знаю, честно, не знаю, как это выглядит, будет выглядеть. В общем, вот столько вопросов у меня к вам сразу и по смесовке комбинации пряжи. Либо продолжить розовой, либо бежевой, а может, хватит. В общем, одни вопросы и ни одного ответа. Надеюсь на вас, мои хорошие. Теперь, что по поводу капюшона. Мне очень хочется капюшон, и у меня сейчас пришла идея вывязать капюшон. Вот здесь может быть даже идти шнуровочка. Очень красиво. контрастно нитью, допустим. Если здесь будет бежевый цвет, то более темно ее сделать. И капюшон присоединить не вот к краю горловины, а вот вот здесь вот. То есть, с другой стороны края горловины. Во-первых, ну вот представьте, здесь вот будет потом лежать вот такой капюшон. Конечно, рисовальщик из меня еще тот, в котором тоже по центру будет идти вот этот красивый оран и будет вот такой вот воротничок внутри этого капюшона. То есть, это вот наша вот эта вот так скажем, V-образная горловина, вот этот жгут превратится вот в такой небольшой воротничок. Как вам такая идея? Честно говоря, даже не знаю. в общем, никто не вязал так вот, чтобы присоединяться не к краю изделия, а вот я вам сейчас покажу. Вот здесь вот эта часть присоединиться, присоединить капюшон вот к этой части. Не к началу, а чтобы вот это было внутри, так скажем, капюшона. И вот это был бы как такой воротничок потом по шее. Вот такая задумка. Ну и, конечно же, потом любимая бахрома по краю изделия. Ну, а теперь давайте расскажу про этот скос горловины. Здесь как нельзя лучше все подошло, вот этот узор, ну, просто по петлям мне вообще ничего не пришлось ни убавлять, ни добавлять. Смотрите, я по центру разделила вот этот узор на две части. И у меня получилось вот это вот количество ровно поделилось на два. То есть, вот этот узор раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Вот четырнадцать петель у меня получилось в одну сторону и четырнадцать петель получилось в другую сторону. Но я опять же отходила от источника совершенно, я не знаю, на каком-то подсознании, что ли, я не знаю, что-то у меня там по петлям не совпадало. и я от себя немножко изменила. Вот здесь вот между вот этими аранами и вот этим элементом у меня две петли. По источнику здесь одна петля. Ну, в общем, все я сделала так, как надо. Теперь этот, вот это количество петель этого арана ровно получилось то, что мне нужно, чтобы вывязать вот этот элемент, который присутствует вот здесь, вот по краю изделия. и единственное, что я сделала, чтобы петелька не растягивалась вот здесь, я сделала перекрест петель. То есть, лицевую с этой группы петель я перебросила на левую спицу, а лицевую с левой спицы перебросила на правую спицу. То есть, две последние петельки я перекрестила, чтобы вот здесь вот не растягивалась. Если этого не сделать, будет растянутая петля вот я сейчас вам даже покажу вот показываю вам мой джемпер пломбир и здесь я это не сделала и вот вы видите вот это безобразие и так я думаю что вы поняли зачем нужен перехлёст вот этих перекрещивания этих петель идем дальше дальше я просто ввязала вот этот узор который идет по краю изделия что здесь кромочная лицевая лицевая снятая лицевая изнаночная 4 петли жгута изнаночная опять вот эти три лицевые с одной которая снимается и изнаночная а вот идет это так скажем идет этот жгут в каждом изнаночном то есть я оставила эту сторону вот вся прелесть набора джинджер видите как поменяла лески открутила спицы и все у меня не надо мне ничего не никуда фиксировать каким-то другим непонятным способом все вот у меня зафиксированы ждет своего часа и стала вязать то есть я дошла до сюда распределила вот эти петли так как я вам сказала и в изнаночном ряду я же развернулась в изнаночном ряду я стала убавлять петли в каждом изнаночном ряду понятно да что я делаю я провязываю вот у меня здесь маркер это мой узор вот у потом провязываю две петли вместе меняя их положение при моем методе вязания и дальше пошел узор рис а с этой стороны вот у меня маркер стоит это вот как раз этот четвертый жгут где делаю прибавку вот здесь вот они смотрите вот была прибавка 1 2 3 4 вот мне еще раз два вот этот третий в четвертом я опять здесь делаю прибавку а здесь получается в каждом изнаночном я делаю убавку вот и все в принципе ну и конечно же делаем жгуты с поворотом там влево право но если у меня здесь идет жгутик с наклоном с поворотом с наклоном вправо здесь он тоже будет идти с наклоном вправо соответственно по этой стороне здесь жгут будет идти с наклоном влево как в принципе и с этой стороны про это тоже не нужно забывать надеюсь я что в этом проекте у меня Да, все получится, больше не будет ошибок в этих оранах, хотя не факт, но перевязывать я, конечно же, не буду. Так что вот так вот мы вяжем, тут особо-то показывать даже и нечего. Ну, что здесь, внедрили вот этот узор, в каждом изнаночном провязываем по две петли вместе. Возможно, я так буду делать не всегда, то есть не до конца вывязывания скоса плеча, а, допустим, сейчас вот сделаю здесь вот этот скос, посмотрю, что здесь у меня уже мало места, так скажем, на спущенный рукав, и просто продолжу вязать прямо. И у меня тогда горловина будет чуть-чуть другой, может быть, даже другой формы поинтересней. То есть, что будет? Сейчас я вам покажу. То есть, будет идти вот так вот скос, а потом пойдет прямо. То есть, я просто буду вязать прямо. Ну, и, соответственно, с этой стороны будет все то же самое. И вот здесь вот, возможно, я потом придумаю вот такую шнуровку. Ну, и напишите мне по поводу капюшона вот то, что я вам сказала, чтобы прикрепиться именно не сюда, а вот сюда. И вывязать потом вот этот красивый капюшон вот здесь вот опять по центру сарана. Вот такая у меня идет задумка. Кстати, вот эта шнуровка, поскольку идет трапециевидная форма изделия, то сбоку это, скорее всего, будет выглядеть вот так. Я имею в виду бок. То есть, вот это вот перед у нас, допустим, и это спинка. Вот здесь тоже можно сделать вот эту контрастную шнуровку. И вот эта трапециевидная форма этого, я не знаю, что это теперь уже получается. Это уже не пончо, это худи какой-то получается. Очень хорошо помогла вот в этом элементе. Вот так вот идеи рождаются на ходу. Сейчас скажу по сантиметрам, померяем, что получается у меня. Может быть, если у вас такой же размер, как у меня, возможно, вы тогда и будете вязать по моим расчетам, по моим размерам. Итак, по размерам. 125 петель я вам уже сказала. Набирала я самым обычным способом. Резиночкой я провязала вот здесь вот 8 сантиметров резинка. И вот это расстояние сейчас у меня, кстати, я не стирала еще. 47 сантиметров. То есть вот здесь вот у меня 47 сантиметров. Провязав 60 сантиметров вверх, вот это расстояние вместе с резинкой, вот здесь у меня 60 сантиметров. Я имею в виду высота. Ширина, ну давайте назовем пока этот джемпер, вот здесь вот по вырезу горловины тоже сейчас 61-62 сантиметра. Ну, 61 сантиметр. Понятное дело, что он дальше расширяется. И, конечно же, я потом вам расскажу, сколько будет в итоге, когда я выйду уже до линии плеча, вот до самой верхней точки. Ну, как это все будет дальше, время покажет. Потому что у меня все меняется буквально каждую минуту. И каждый раз приходит в голову какая-то новая идея по поводу цвета, каким будет капюшон. И это пока я ничего вам не скажу. Думаю, что на сегодня все. Надеюсь, информация полезная. Вяжите с удовольствием. Вяжите в удовольствие. А я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.